Я очень-очень-очень тебя всю жизнь свою любила и буду любить. Слова благодарности и воспоминания. Сегодня вся страна прощается с Олегом Табаковым. Коллеги и зрители идут в театр имени Чехова. Здесь близкие друзья, почитатели его таланта. Народному артисту было 82 года. Это молодые студенты... В Казани Олег Табаков был дважды. Еще мальчишкой проездом на теплоходе. А в 2010-м с гастролями МХТ. Тогда он вместе с супругой посетил театр имени Качалова. Пообщался с артистами, вместе с ними пел песни, возложил цветы великому МХТовцу Качалову. Гастрольные пути казанских артистов пересекались еще не раз. Это явление, которое бывает редкое, штучное. И кроме того, что он был выдающийся артист, он великолепный организатор театрального дела, театрального процесса. При встрече это просто тебя сносит этим обаянием. Даже как-то, видите, я говорю в настоящем времени, потому что очень не верится до сих пор, что этого человека нет, что он ушел. Казалось, что он будет вечный, что такой запас сил в этом человеке. Я видела его и в спектаклях, и принимала, когда он бывал в Казани. Конечно, гениальный актер. Вот я могу сказать, что, ну, может быть, в жизни несколько раз было, когда со слезами выходила со спектаклей, в том числе и с табакерки. Я не знаю, я старался не смотреть его в глаза, я даже отворачивался. Москва слезам не верит. 17 мгновений весны, 12 стульев, Д'Артаньяна, 3 мушкетера. Табаков сыграл сотни ролей. Еще будучи студентом, артист Камаловского, Равель Шарафиев был на открытии театра «Современник». Для него Табаков не только мастер первоплощения, но и педагог. В 65-м году, кажется, у них спектакль шел всегда в продаже. Он играл буфистецу. Это такое было очарование. Никакая женщина это так не может. Это вот искусство. Почему посторонние на территории? Не слышу? В прошлом году на вручении премии «Золотая маска» ему вручали, мы были в числе номинантов, а ему вручали премию за честь и достоинство. Он выходит на сцену, выходил на сцену, и какой-то свет шел. А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подименил. Голос Табакова, знакомящего с детства, говорят казанцы, на его ролях выросло не одно поколение. 17 мгновений весны. Потом во многих фильмах женские роли играет. Прекрасно. С уважением вспоминать, потому что нравился, как играет он, как это. В общем-то, у него своя манера. Это люди того времени, которые ценили все, уважали, берегли. Вот это вот российское все, советское. Вот чтобы его ученики продолжили его дело. Театр, чтобы его жил. И чтобы мы через его учеников все время вспоминали Олега Табакова. В 18 лет он был не просто руководителем театра, но и заботливым отцом талантливых актеров и главой своей большой семьи. У него осталось четверо детей. И зрители стали меня баловать. То есть я выходил на сцену, еще ничего не начинал говорить. Я думаю, господи, как же я должен играть сегодня, чтобы вот это вот им спасибо сказать. Анна Граднова и Громанов, ТНВ, Казань.